добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наставничестве еще одна разница между современной церковной структурой тем что делали апостолы состоит в в отличие которые я называю формальное пасторство сегодня пасторы претендующие на роль наставников на роль пастухов на роль людей которые заботятся о стаде больше видят его как раз таки вот в этой сфере формального пасторства когда мы пытаемся абстрагироваться от людей то есть даже знаете вот это само наше сегодня современное понимание я пастырь вы овцы разводит нас в разные вообще весовые категории в разные вообще мир и я бы даже сказал что овцы это все-таки животные а пастор это все-таки человек и многие пасторы воспринимают себя исключительно как люди над толпой люди в церкви тоже по какой-то причине определяют и видят пастора как небожителя какого-то человека сверхспособности и так далее отсюда вырастают всевозможные мошеннические схемы пасторы с огромным культом личности чье мнение абсолютно не может быть оспорено в чем проблема этой системы ведь она работает ведь такие пасторы собирают огромные толпы людей но как раз тем что это все всегда плохо заканчивается формальное пасторство она делает определенную дистанцию между наставником и учениками один большой епископ сегодня он один из самых уважаемых людей в этой стране он будучи у нас дома мы сидели беседовали пили чай и в этот момент открылась входная дверь и кто-то из нашей церкви зашел домой подошел спросил что-то ушел и я уже честно говоря не помню что это было и епископ спрашивает меня что это такое не горю в моем доме для моих людей из моей церкви дверь открыта всегда у нас есть такой признак если постучали в дверь это значит пришел чужой человек и последовала достаточно продолжительная такая знаете нотация где мне служитель божий объяснял что мы должны держать дистанцию между собой и церковью не давать им входить в наши дома не показывать им свою истинную жизнь иначе они просто перестанут нас уважать и быть в послушании я не принимаю такую точку зрения я более чем уверен что настоящее наставничество она как раз и основана на открытости мы открыты всем говорит апостол павел совести каждого человека вы можете приходить и увидеть как живу я вы можете прийти посмотреть как я воспитываю своих детей как я обращаюсь со своей женой вы можете увидеть церковь поговорить с любым человеком такова позиция настоящего наставника который не скрывает собственной жизни иисус не уходил в тайные места для того чтобы проводить там тайные встречи он уходил в тайные места только для того чтобы помолиться пообщаться со своим небесным отцом когда мы говорим о современном понимании наставничество это все-таки формальное служение но если мы вернемся к принципам нового завета то это спать на груди иисуса это вместе кушать хлеб это вместе переживать трудности и праздновать победы это вместе сомневаться и преодолевать сомнения это вместе со всеми быть открытым и подотчетными друг другу на мой взгляд когда мы говорим о наставничестве это ключевая одна из таких знаете важнейших таких вот частей когда мы строим с вами взаимоотношения любви они структуру церкви да возможно структура быстрее набирает вес и быстрее растет но отношения требующие длительного длительного периода взаимодействия чтобы было что-то настоящее разочарование приходящие иногда мешают быстро расти но она будет гораздо более твердой и гораздо более эффективных последствий